Здравствуйте! Вот день такой есть в году, 22 июня. С одной стороны, детишки гуляют, у них в этот день, в годы моего детства, был всегда выпускной вечер у старшеклассников. А с другой стороны, такой очень тяжелый, трепетный, страшный день, начало Великой Отечественной войны. Вот по убеждению людей моего поколения, в эту войну, как германские фашисты, или как теперь говорят, немецкие национал-социалисты, В общем, гитлеровский режим пытался уничтожить Советский Союз, вообще всю нашу страну и народ, все он хотел ликвидировать и все такое. Человек очень серьезно. Вот это вот у Запада желание с нашей страной вот так вот конкретно очень разобраться, ликвидировав ее, регулярно повторяется. Я помню выдержки из документа, какого-то такого официального американского документа на случай Третьей мировой войны, то есть для чего Америке нужны ядерные силы сдерживания, чтобы в случае, значит, войны с Советским Союзом такой мощный нанести удар, чтобы Советский Союз уже перестал быть вот державой мирового класса. Там, ну я своими словами так вот передаю, не аутентичный мой перевод, естественно, вот такие вот дела. Но вот за что вот так нас вот не любит Запад? Почему вот так он нас хочет ликвидировать? Вот. Вот хочется мне вот с вами поговорить, дорогие мои собеседники, с историком Львом Алексеевичем Исаковым и с банкиром-финансистом, вице-президентом банка, да, Дмитрием Александровичем Баталовым. Дмитрий Александрович Баталов, он у нас человек западной культуры, он получал университетское образование в Соединенных Штатах, поэтому он, так сказать, ответчик за Запад будет. Будем отвечать. Будем отвечать. Ну, все-таки скажите, пожалуйста, за что же вот так Запад нас хотел уничтожить? Ведь есть же замечательные места, Индия, например, он, ну, прекрасно ее эксплуатировал. Но ведь уничтожать-то не хотел? Хотя Индия, наверное, сильнее отличается от Европы, чем Россия, честно говоря, по культуре. Почему так? Встречный вопрос. А что хотел уничтожить Запад? Русских или Россию? Ну, по крайней мере, и российскую государственность он хотел уничтожить. То есть, у Гитлера был план, так сказать, разделить на некоторое количество, так сказать, государств. Вот. Русских уничтожить? Ну, там вопрос-то решался. То есть, русских, может быть, и не уничтожить. У него был пунктик с евреями. Кстати, он объяснял своим товарищам, что Россия ему нужна, чтобы здесь, значит, евреи, на строительстве дорог умерли. Да, вот такой способ. Уничтожить. И решение еврейского вопроса, да? Вот это потом у него концлагеря появились с газовыми камерами в его планах. Вот. А русских тоже учить он считать не собирался. И вообще знания им не нужны. Культура не нужна. Рабы. То есть, уничтожали как нацию эту культуру. Сначала посмотрим на то, собирался ли, как скажем так, Гитлер. Это патология Запада или, как говорится, естественное продолжение линии Запада. Ну, бесноватым у нас его называли. Наверное, патологическое продолжение линии Запада все-таки. Ну, посмотрим, не был ли у него предшественник. Так. Есть счет, что с Запада в Россию осуществилось так семь вторжений, которые ставили под вопрос существования русской государственности. Так. Ну, и, соответственно, русской народности, нации, если брать в других определениях. Первым в этом счете числится Карл XII. Ну, а если посмотреть на предшественников, на польско-литовскую интервенцию, если посмотреть дальше на псов-рыцарей, ледовое побоище и так далее... Ну, вот, честно говоря, во времена ледового побоища гораздо больше впечатления и гораздо больший след в демографии. И произвело, конечно, Батыева нашествие. Батыева нашествие. Так вот, они проезжали по Южной Руси, Киев, это мертвые города, неубранные трупы. Вот уже несколько лет прошло после тех событий. То есть, это, конечно, ужасно было. Вот этот был как раз на грань существования поставлен. 2046 год. А уж эти псы-рыцари с их, так сказать, воинами, почти как оловянных солдатиков, конечно, таких потерь не наносили. У них война была европейская, не наша, не азиатская, чтобы все... Да. Вот я бы тоже хотел подчеркнуть, что Запад-то, он не настолько антагоничен, насколько антагоничен... Антагонистичен. Антагонистичен, да. А по отношению к России, насколько Восток. Поэтому здесь можно сравнивать, насколько нас не любит Запад и насколько нас не любит Восток. Ну, вот с Востоком у нас последнее такое сильное впечатление связано с Батыевым нашествием, насколько я помню. Такое сильное, да? Сильное, да. То есть, угрожали государственности вот уже очень давно. Со времен Батыева нашествия враги России не поили своих лошадей из Волги. Только немцы первыми там заливали воду в радиаторы своих танков, да? Как в одном фильме было сказано. Вот. А все-таки Европа от нас хотела очень сильно переделать. Не знаешь, как там Наполеон, но вот Гитлер-то точно нас бы не пожалел. Не пожалел бы точно. Почему-то мы вот как вот, почему, вот и Китай не хотят вот они переделать европейцев. Хотя Китай для них был колониальной державой когда-то, да? Объектом вот деления на экономические сферы влияния. А нас зачем-то уничтожать? Так, ну посмотрите на другую сторону, скажем так. А мы их любим ведь, вас-то забыли. Движение России в Европу, что вызывает, как говорится, интересы, опасность или объединение Европы против России? Ну, Европа нас всегда боится, потому что вот как они к нам в гости сходят, сразу мы к ним. И наш визит у них всегда ассоциируется с военными разрушениями, как ни крути. Ну, мы же к ним не на Олимпиаду приезжаем. В 45-м году это не Олимпийские игры были в Берлине, война была. Ну, ведь, как говорится, после того, как сгорела Москва, соответственно, должен был сгореть Париж. По закону обратимости. Ведь ничего такого не было. И вовремя ушли оттуда, и даже была идея уйти вообще сразу. Давайте посмотрим, это исторически, когда вторые Европа и Россия сошлись тесно. Стал вопрос, принимают они Россию такая, какая она есть, Европа. Или сторонятся от нее. Иван Грозный, Ливонская война. Прямая генеральная репетиция потом Великой Северной войны Петра Великого. Она же первая вскрыла, что как только русские идут в Европу, ну, практически с открытыми объятиями, что там стоит. Ну, Ливонская война, конечно, не была открытыми объятиями. Это все-таки была война. И война такая, которая велась по нашим, так сказать, степным правилам. Вот мы всех мужчин, кто выше тележного колеса, перебьем, а женщины и детей это святое. Это мы не тронем. Это вот наше вот такое вот правило. Четкое. И мы его там, значит, четко... Мы считали это гуманизмом. Ну, дети, эти женщины, что вы. Мы раздадим их ратникам. С чего начиналась Ливонская война? С чего? Простое экономическое соображение. Так, русский хлеб, покупаемый, грубо говоря, здесь за талер, продавался на... так, только простым перемещением через польскую, литовскую и шведскую границу, продавался в Голландии за 10 талеров. Русская торговля давала... Ну, это морем везли-то, наверное. Так, морем, самым дешевым путем. Да, морем. Русская торговля давала тысячу процентов прибыли. В два раза больше, чем пиратство, в три раза больше, чем все операции с Индией. Естественно, было бы предположить, что если русские взломают вот этот польско-литовско-шведский кордон, естественно, цены... Насколько я помню, активно с Россией в ту пору торговала Англия. И даже у нас были с ним более-менее приличные... Англия, Голландия... Вроде как демократические... Вроде как дипломатические отношения. Помните, английский двор или подворье есть тут у нас в Москве, да? Вот этот вот капитан Ченслер открыл для англичан путь через Двину в Россию, да? Вот такие вот были всякие времена замечательные. И вроде как все-таки объемы торговые-то небольшие. Вот если сходить в этот двор английский, английское подворье, надо так правильно называть, так вот это, в общем-то, их склад одновременно. Не только там те комнаты, где они, значит, вроде как жили и принимали, наверное, вот русских бояр, а еще и подвал для хранения, ну, более чем скромный. Более чем скромный. Для торговли Россией, Москва, Россией. Это только представители, главные-то склады, это Архангельск. Вот так. Огромные, так, по-настоящему большие объемы. В сущности говоря, простое рассмотрение факторов этой войны. 60-тонными корабликами, это 60-тонных, это водозамещение, да? Значит, груз он возьмет меньше, чем современный железнодорожный 60-тонный вагон. А все-таки Россия в ту пору была населением, ну, миллиона 2-3, это точно, да? Ну, для страны в 2-3 миллиона 60, ну, пускай 30-тонный вагон, это не так уж и много, честно говоря. А таких вагонов-то пребывал немного, маленький паровозик с этими двухосными вагончиками. Вот это все, что Россия могла морским путем вокруг Норвегии вот торговать, да? Так, кстати, не будем говорить, тут надо конкретную статистику, сколько вывозилось на европейских кораблях. Русский поморский флот в ту пору насчитывал 20 тысяч кораблей. Из них 7 тысяч ходили постоянно в Европу. Мне, к сожалению, приходится зачастую военно-морским историкам говорить вот об этих фактах. Есть у Шекспира не очень удачная пьеса, но обыкновенная проходная пьеса, так, «Бесплодные усилия любви». Да, и в Малом театре вот она идет. Так, я могу спутать название пьесы, содержание такое в королевстве Навары, принцесса, в печали, по смерти родителей. Так, и вдруг туда приезжает французский принц, и по пути выясняется, что они решили разыграть Наварцев, явиться каким-то другим посольством. Ну, соответственно, Наварцев желание разыграть по-другому. И там такой любопытный эпизод. В конце концов, они узнают, что французское посольство явится как московиты. В Малом театре этого нет. Это нет, в староанглийском тексте. Это при переводе Пастернака исчезла. Нет, московиты есть. Там нет одной фразы из этого. И одна из придворных наварской принцессы воскликнула. Нет, только не московиты. Они знают одно. Сидеть в трактирах и пить вино. И не разговаривать с женщинами. Откуда Шекспир узнал такую деталь про то, что наши мужчины не любят женских разговоров, когда они плотно сели за стул? Откуда же он узнал? Да очень простое предположение. Таверны Лондона где-то в 1590-1600 годах были переполнены нашими молчаливыми мужчинами, которые, кстати, отличались от англичан, английских моряков той поры, своим значительно более высоким ростом. Есть такая маленькая деталь. Европейский токеллаж на кораблях той поры был постоянным. Поэтому надо было подниматься на мачты и спускать эти паруса. Обратите внимание на простую команду в русском флоте поднять паруса. Это был принципиально иной флот, принципиально иная техника. В результате моряки нашего флота не должны были беспокоить мачты весом своих тел. И поэтому это были увесистые, здоровые мужчины. Простое соображение. Если будет взломан этот пограничный кордон этих мелких странюшек, в сущности паразитов, на евразийской, европейской торговле, цены на Западе упадут в 2-3 раза. Естественно, Запад, где начинается бурное становление предкапитализма, должен это только приветствовать. Что же показала Ливонская война? После первых блестящих успехов, могу сказать, Нарва, которую Петр брал 3 года, уложил там 2 армии, Иваном Грозным, точнее говоря, его боярином Алексеем Басмановым было взято с налету за несколько часов. И в ту пору сильнейшая крепость на северо-востоке Европы. И после этого, когда казалось, что вот все достигнуто, Балтика, сейчас пойдут корабли, корабли не пришли. В этот момент открылась впервые тайна европейских отношений к России. Как только Россия делает шаг навстречу Европе, Европа ополчается против нее. Причем я не говорю по поводу этого восточноевропейской молокоты. Польша там и все прочее. Ну, как-то вот боюсь, что представители польской культуры, кстати, вот в советское время очень ценились, по-моему, польские фильмы. Из всех, пожалуй, восточноевропейские были одни из самых высокохудожественных фильмов. Я так вот, я любитель кино, поэтому так вот говорю. Ну, как-то вот, не надо бы так говорить, мелкота там, ну, как-то. Ну, да, кстати говоря, в то время Польша, что пока самостоятельное государство, да, существовало. Но у меня там был такой какой-то разброд, короляне как-то там избирали. Поэтому так пренебрежительно к этой традиции относился Иван Васильевич Грозный. Кстати, Иван Васильевич чуть было не стал польским королем. Да, он тоже собирался там стать польским королем. Его предлагали. Ну, вы знаете, почему на нас мелкота-то ополчалась? И не только мелкота, но и Запад ополчался. Потому что у нас немножко был какой-то такой другой способ воевать. Мы его приняли от монголов, да. А монголов так было, способ входил продемонстрировать жестокость, чтобы боялись, да. Такой вот у нас азиатский стиль, да. У европейцев у него больше рыцарства такого, да. Вот я вот, наверное, по-своему понимаю войну 12-го года, её события, которые последовали после бегства Наполеона из Москвы. Вот почему, собственно говоря, ну, армия Наполеона, да, обременённая обозами оказалась. Причём эти обозы состояли в основном из гражданских лиц. То есть все европейцы, что жили в Москве, они собрались и с Наполеоном ушли. Мы боялись вместе русских. И потом, значит, Кутузов, вот я ребёнок 1962 года, тогда праздновали 150-летие Бородинского сражения, и вот я чётко помню, рассказываю, что всегда, значит, Кутузов избегал контакта с отступающей армией Наполеона. Ведь вводил он контакт, ему тут же бы на попечение сдали бы всех гражданских. И армия Наполеона освободила с этого балласта. А иначе контактировали с кем? С казаками, с этими вот, с партизанами, вот не пойми с кем. С нерегулярной конницей. Ирегулярной конницей степная всякая там, да? И эти просто их убивали, мучили, делали ледяные статуи из людей вот этих вот, из гражданских. И, кстати говоря, границу России, значит, на Рождество, вот это вот, 12-го по старому стилю года, перешли 600 человек только с оружием, и 20 тысяч человек это гражданские лица были. То есть они до последнего спасали этих гражданских. Контакт с Кутузовым, а Кутузову пришлось бы взять под попечение. Раз в плен попал в армию, там же, простите, ледяную статую делать нельзя. Фельдмаршал, слуга императора, как он будет ледяной статую сделать? Это вообще-то не его стиль. Так вот эта вот такая вот жестокость, вот она и позволила эту войну выиграть, по сути дела. Ведь Наполеон-то, кстати, не отменил у нас крепостного права. Его отговорила одна дама, модистка, старая, конечно же, модистка, с Кузнецкого моста. Она помнила, значит, восстание Пугачёва. А, собственно говоря, война 19-го года была такая, вторая редакция издания Пугачёвского бунта, она такая вот благонамеренная. Всё-таки не против императора воевали, не против своих, а это французов, французов, перебить чужих. Ну, европейцев на самом деле. Потом Наполеон-то с Миттернихом встречался на каком-то конгрессе. Он ему говорил, ну, в этом походе погибло совсем мало французов. В основном всякие немцы, он так Миттерниху немцу сказал, вот уколол он его. В основном всякие немцы там погибли. Так что это действительно были, Лев Толстой так называет, силы Западной Европы. Вот почему они нас боятся, что мы у нас как-то немножко диковаты. И нас бы вот, я как вот такой дядька здоровый, входит в посудную лавку, вот хочется сказать, да, так вот. Ну, его бы сказать, ты садись, ладно, не шуми, сейчас мы тебе всё принесём, ты так же не поваришь, всё разнесёшь. Как-то по-хорошему. А у нас всё-таки по-хорошему не получалось, тогда традиции были такие, вы его друг к другу в гости ходить с пикой всё будет. Хорошо, давайте так встречный вопрос. Так мы не ходим туда, так вот мы сами по себе. Ну, отошёл, скажем так, стремление Ивана Васильевича самому прийти в Европу. Но всякий раз, когда Европа объединяется, добровольно или принудительно, она сама строится по ходам России. Это было принудительно при Наполеоне, при Гитлере, добровольно при Лорде Пальмерстоне. Объединение Европы. Ну, правда, такого большого похода так и не получилось. Всё-таки эта война была такая тихонькая, и люди пили кофе, читали газеты про войну, да? Так, сразу же. Классическая такая, это вассадия. Так, желание-то было какое? Устроить большую войну, с вхождением в столицы, вплыванием в столицы? Не вышло. Не вышло. Не вышло. Кто виноват? Честно говоря, это был с их стороны авантюризм. По-моему, вплыть в Петербург, в Ленинград, ну, просто невозможно. Там такие форты, такая оборона, что это... Оказалось, да, это и оборона. Потом это было ясно ещё во французскую войну, в наполеонскую войну, и Наполеону не удалось своего генерала Бернадотта, который был королём шведским, заставить воевать против России. Ну, швейдер, ну, бесполезно, бесполезно тут воевать на Балтике против России. Ну, что, поплавают, поплавают, и что толку-то? Ну, воспоминания о войне 1808 года, когда русские вышли в пригороды Стокгольма, русские казачки там немножечко отметились. Да, отметились. А вот если вернёмся к сегодняшним временам, и посмотрим на новую Европу, которая объединилась, с которой 27 стран, неужели они, придя к нам, тоже увидят страну, которая их не примет? Ну, нет, ну, придя к нам, мы-то тут походили всё с пиками, да с танками, тут Европа, вот только звучит, придя к нам, вот они тут приехали на джипах, тут весёлые в касках с М-16, придя к нам, в каком смысле? Не в этом же, наверное? За газом, за нефтью, да, поработать вместе, поторговать. Поторговать вместе, да. И что их боятся? Неужели мы не сможем с ними вести экономические отношения? Так, ну, сразу же вопрос. Так, ну, по материалам сегодняшних дней. Они приходят с предложением, с торговлей, с обменом, ну, с тем, что худо-бедно всё-таки, как-никак. Мы же Евразия, то есть волей-неволей, и половина-то Европы, это тоже мы. Ну, хорошо, да. Но ведь начинают-то они не с этого, начинают-то они с ввода контингентов войск, вот в Болгарии, вот в Польше, вот ещё где. Ведь начинается это фактически с военного присутствия. Да, вот, между прочим, есть маленький такой вот провокационный ход, между прочим, совершенно чёткий. Вот был такой замечательный договор, очень важный, как считалось, 1972 года, об ограничении систем противоракетной обороны. Вот в пору вот этого вот ядерного сдерживания, это очень важная вещь была, ну, для покоя. Потому что реальную, конечно, противоракетную оборону сделать нельзя, ну, вот, ну, не надо её развивать, не надо переходить в гонку вооружения в это русло. И вот США, во-первых, вышли из этого договора, раз. А во-вторых, создают, значит, позиционный район ПРО вот на западных границах, на восточных границах западного блока, то есть Польша, Чехословакия, да? Это вот как в наше время в книжках писали, вот, в наше время популярных книжках про противоракетную оборону. Это значит, противоракетная оборона, которая будет поражать ракеты на начальном участке полёта, а не ракеты медленно летят, на нисходящем сбить тяжело. Она маленькая, быстро летит, много ложных целей, а тут ложную ракету не запустишь, большая слишком, да? Вот, понимаете, как это вот, всё-таки это явно провокационный ход, явно ход на который, ну, он может демонстративный, так вот, я не думаю, что вот завтра можно сделать такую систему ПРО, но явно вот такой вот беспокоящий, явно недружественный. Вот зачем он провоцирует? Я понимаю, никакой Джордж Буш, никакой там, понимаете, Боинг, никакая там Мартина Мариетта не сделают ни завтра, ни через 10 лет, ни даже через 20 лет эффективной системы противоракетной обороны. Но вот факт то, что попытка втравить опять нас в эту самую гонку вооружений, она контрпродуктивна. В своё время это был, по-моему, Кеннеди. Он провозгласил так, что мы за счёт, по-моему, он, я могу врать, что за счёт вот этой гонки вооружений между Советским и США мы измотаем Советский Союз и его экономику, вот, ну, покажем преимущество капитализма таким образом. Да. Нужно быть умнее. Зачем? Я считаю, что какие-то шаги, конечно, они жёсткие и показаны нашим главой государства, но в то же самое время, будучи умнее, может быть, выстраивать отношения так, на экономическом уровне, чтобы не гнаться, да, и не увеличивать контингент нашей армии, и не инвестировать огромные средства в неё, а может быть, именно в экономику, может быть, связывать себя контрактами, да, и даже по нефти, и по газу, и по другим. Я понимаю, есть же, так сказать, вот, военно-стратегические некие функции государства, понимаете, и вот так просто отмахнуться вот от этого вот, ну, демонстративного жеста, да, вот такого вот, очень тяжело, на него приходится реагировать. И вот так вот надо всё-таки сделать. Ну, вот, понимаешь, кто-то взял и направил на другого ружьё. Ну, недружественно. Я понимаю, что оно не заряженное. Может, даже это палка. Вот, может, в данный момент это просто палка. Ну, вот он сыграл, вот, ну, неприятно всё-таки, когда наводят даже палку. Но они объясняют, даже и Джордж Буш объясняет это тем, что существуют какие-то другие rogue states, государства-изгои, да, на которых направлено это. Ну, я же понимаю, что он объясняет. Очень здорово ему, ему вот такой сделали ход политический. Предложили использовать как раз вот против тех самых государств-изгоев радар, значит, который находится где-то там на границах этих самых государств-изгоев. Ну, вот, как-то вот оказалось, что это не так ценно. Промах, да, некрасиво. Но, опять же, умнее надо быть и, может быть, в этой ситуации именно пойти на сотрудничество, да, и подсказывать, а не гнаться, создавать гонку вооружения. Да гонка вооружения контрпродуктивная, на самом деле, вещь, которая разрушает, так сказать, экономики соревнующихся стран, совсем не в том направлении, в каком нужно. Давайте посмотрим. Если Запад действительно, нас серьёзно боится, ну, с основанием или без, это, как говорится, их вопрос. Но в то же время, скажем так, признаёт, что, ну, никуда не денешься, одна шестая часть земного суши будет существовать, что бы ни случилось. Да. Ведь была же великолепная, в сущности говоря, возможность, когда рухнул социалистический блок в Европе. Ну, посадите эту мелкоту, так, уровнем нейтрального пояса. Ну, обидно вот это слово «мелкота». Ну, обидно. Давайте так сказать, превратили бы Восточную Европу в нейтральный пояс. Вот понимаете, вот Джордж Буш поставил против ракеты, предлагает ставить, да? А вот вы говорите, вот «мелкота», ну, тоже, это тоже вот, кого-нибудь скажет, черномазая обезьяна, да? Вот этому чёрному человеку не понравится, понимаете? И вот слово «мелкота» тоже по отношению к Польше, им тоже неприятно. Давайте так всё-таки вот, в нашем случае мы своего рода вот дипломаты в данном случае. Тут главное лишнего не сказать. При всём уважении, так поздоровались, разошлись и стали стрелять. Ну, всё-таки вот такая вот дипломатия. Парламентёры вот. Ну, сейчас так парламентёры в любом случае. Есть одно такое обстоятельство, достаточно заметное. Да. Что когда ты начинаешь относиться неадекватно к собеседнику, то принижая его, он обидится, то возвышая его, он возгордится. Ну, просто уважительно, нейтрально. Мадам, уберите вашу тряпку к поломойке обращения. Ну, чё, мадам не слишком уж будет высоко сейчас. Когда, скажем так, вор у вас крадёт что-то, и вы его называете, ну, какая-нибудь эфемия, типа что вы перепутали имущество, а не называете его точно и определённо вором, вы его, в сущности говоря, реабилитируете. Ну, мелкота – это не положение вора, это вору сказать «эй, ты козёл». Нет. Зачем? Не то немножко. Это не такой разговор. Есть, это точное и достаточно определённое. Так, ладно, я соглашусь с этой ситуацией. Вот, построен блок. Да. Нейтральный государств. Ну, как Бельгия. Так, нейтралитет, который… Бельгия, кстати, входит сейчас в НАТО, а вот когда она была нейтральной, через неё прошли немцы. Так, ну, соответственно, что они получили? Вот, ты она поняла, что и не надо быть больше нейтральной Бельгии. Вот вы объяснили, вы хороший удачный пример привели. Так. Вы же историк, у вас всегда это пример в активе, а я про него забыл. Вот эти страны, которые хотели отделаться нейтральностью в начале Первой мировой войны, Второй мировой войны, простите, вот они первыми жертвами пали. Немецкая агрессия. Так. Потому что их нейтралитет… Норвегия была нейтральной страной. Так, ну что… А это англичане хотели захватить, а немцы им помешали, сами захватили. Так, ну, Вторая мировая война-то. Это Вторая мировая война. Вторая мировая война. Вот, наверное, они должны блюсти этот опыт. Люди-то, которые руководят восточными странами, они, в общем-то, с исторической памятию… Давайте посмотрим на эту ситуацию. Будет кто-то воевать за Прибалтику? По большому счёту на Западе. Ну, устав НАТО подразумевает. Так, подразумевать можно всё, что угодно. За Прибалтов воевать не будут. То есть можно завтра нападать? Так, да. Это ситуация буквально на поверхности. Это чистая провокация. Там просто, ну, немыслимо их оборонять. Чисто военные средства. Настолько… В эпоху скоростной авиации и ядерного оружия. Не знаю. Так, что в условиях скоростной авиации и ядерного оружия, так, через 30-40 минут не будет ни авиации, ни ядерного оружия. Будет, как говорится, общий на весь земной шар горящая спичечная головка. Не, ну, насчёт того, что ядерное оружие совсем не такое страшное. Кимал Дзадун – скалатная бомба не страшнее бумажного тигра. Он, видать, очень хорошо консультировался со своими экспертами. А ядерное оружие совсем не такое страшное. Оно не решит всех проблем. Но, тем не менее, это серьёзный фактор. Это серьёзный фактор. Так что, вот, я не знаю, как вот. Как только вот такой ястреб прямо, а? Только вот ястреб, ястреб. Нет, ну, это здорово. Это хороший стиль такой, быть ястребом таким. Вот. Ну, как-то вот, знаете, есть такой вот персонаж сказки «Заяц» такой. Он такой простодушный. В африканских сказках, по-моему, да? В итоге всех дурит. Ну, и в наших сказках тоже. Он всех дурит, всегда этот «Заяц». Он такой простой, слабенький. Ну, какие мы медведи. А он и лесу обдурит, бывает, и всех прочих. Вот как-то надо вот послабее быть, как-то вот так вот гордиться своей вот этой слабостью. Это какой-то такой вот, может, пожалеют нас. Ну, так на рожон-то не надо ломить. Потому что вот эта сила, как это, всё куб, всё возьму, сказал Булат. Ну, как-то не здорово. Жалко. Мы во всех этих войнах побеждали, но мы несли огромные потери. И человеческие, и материальные, и моральные, и какие угодно. Минусы-то всё-таки были. Больше сотрудничества. Всё-таки, давайте так вот, закончим словами. Всё-таки мы за мир во всём мире. Вот, это всё очень здорово. Всё-таки надо пытаться как-то договариваться. Надо жить дружно, как говорил кот Леопольд. Всего доброго вам. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!